привет я роман душкин на научно-просветительском канале душкин объяснит если вы уже поняли и разобрались в том что такое одноразовые блокноты почему это самая крипто стойкая система обладающей абсолютной крипто стойкостью но еще не поняли почему нельзя использовать один ключ дважды то это видео для вас давайте сегодня я расскажу вам про то почему же действительно нельзя один и тот же ключ в одноразовом блокноте использовать два раза и так почему достаточно просто объясняется и прямо на пальцах сейчас я расскажу смотрите пусть у нас есть алиса наши любимые персонажи алиса и бог да соответственно алиса передала бабу некое сообщение м1 которая зашифровала при помощи ключа да то есть вот это то что здесь нарисовано это у нас сообщение я один зашифрованное сообщение е1 но алиса довольно таки ленивая и поэтому она послала бабу еще одно сообщение м2 и зашифровал его тем же самым ключом и вот этот у нас едва зловред ева и его до почему она зла вред она перехватил это все соответственно у евы есть что у евы есть е2 и 1 то есть что есть у алиса алиса есть м1 у алиса есть м2 то есть открытые сообщения алиса есть к ключ что есть у боба у боба у боба есть е1 у боба есть е2 и боба есть к что делает бог бог берет просто м1 равно е1 и расшифровать и м2 это е2 плюс к то есть мы вот пользуемся этим самым гаммированием про которой я тоже рассказывал и боб получает сообщение м1 м2 то что хотела переслать алисы соответственно его получила е1 и е2 тоже ей делать с этим ела знает что ключ который был использован один и тот же то есть вот этот его знает знает то ключ использовался дважды теперь вспоминаем свойства операции исключающие эта операция x исключающие или x всегда 0 до и x исключающие или 0 всегда x вот эти два свойства просто надо выучить и запомнить потому что это самые важные свойства операции исключающие или для криптографии что же делает его 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 просто берет сообщение м которое равно е1 исключающие или е2 что это такое давайте посмотрим что такое е1 это вот то есть сообщение м это м1 исключающие или ключ то есть вот этот это у нас е1 потом идет плюс исключающие или е2 что такое е2 вот она м2 плюс к ключ то есть вот этот это у нас е2 так сейчас я немножко подвину так поскольку у нас в действие евы будем расписывать то у нас получается такая штука м1 плюс к плюс м2 плюс к что получается тут можно как бы поскольку операция исключающие или позволяет менять местами свои операнты мы можем сгруппировать м1 плюс м2 плюс к плюс к что получается теперь мы можем поставить скобки м1 плюс м2 плюс к плюс к вот этот у нас 0 из-за вот этого правила да то есть у нас получается м1 плюс м2 плюс 0 и это равно чему вспоминаю второе правило м1 плюс м2 то есть его его наш зло вред самой простейшей операции логической получила из зашифрованных сообщений е1 и е2 которые были зашифрованы при помощи как бы одноразового блокнота но на самом деле двухразового блокнота потому что ключ использовался дважды его получила вот такое выражение что же она нам даст что же нам даст да я уже упоминал о том что когда когда я рассказывал про одноразовый блокнот я упоминал о том что в сообщениях е1 е2 то есть в шифровках нету никакой статистически значимой информации который бы давал к крипто аналитику какие-либо зацепки для того чтобы расшифровать м1 и м2 потому что ключ вот этот случайный ключ он все портил он вносил такой хаос сообщение что же правать было невозможно но вот таким вот простым арифметическим логическим вернее прошу прощения действия мы ключ обнулили в обоих сообщениях и получили выражение м1 плюс м2 что же нам переделать с этим выражением это выражение обладает полный полным набором статистических закономерностей языка на которых они написаны то есть статистика мы уже изучали два метода атаки на шифры многоалфавитный одноалфавитный замены первое что частотный анализ и 2 что подбор ключевых слов объединив два этих простейших методов криптоанализа его получает алгоритм взлома одноразового блокнота если ключ использовался дважды вот и все так что здесь этот алгоритм достаточно прост и собственно я его расскажу в следующие видео шпаргалки чтобы не раздувать объем того что вы смотрите поэтому обязательно подписывайтесь на мой канал и через неделю я вернусь к вам с полным описанием алгоритма того как про и проводится атака на одноразовый блокнот если ленивая алиса использовала ключ дважды это достаточно легко и автоматически делается всеми системы главное вот убедиться в том что ключ использовался дважды никогда не используйте ключ дважды потому что если вы это сделаете ваш ваша система криптографии с абсолютной стойкостью внезапно превращается в черепки которые разбиты и развалины криптоаналитик взломает это ну если он узнает что вы использовали ключ дважды по щелчку пальцев потому что этот метод очень простой и делается автоматически при помощи современных компьютеров да собственно такие дела вот здесь вот буковкой и торчит в ней если вы на нее нажмете в ней собраны все ссылки на все видео про как про те концепции которые я упоминал в этом видео еще раз подписывайтесь на канал ставьте лайк зовите друзей с вами была роман душкин пока до свидания